А вы в курсе, что в Сочи елки украсят медузами и морскими коньками? Новый год 2018 пройдет под девизом «У моря в Сочи». В декорировании пространства Департамент оформления и дизайна городской среды предлагает использовать ракушки, спасательные круги. В тему будут и морские звезды. На Новый год у моря в Сочи жители и туристы должны почувствовать себя в магазинах, санаториях, автобусах, то есть в каждом уголке курорта. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня гость нашей программы, заместитель директора Департамента оформления и дизайна городской среды администрации города Сочи Елена Попова. Здравствуйте, Елена. Добрый день, добрый. Рады вас видеть в нашей студии. Спасибо, что к нам пришли. Ну, Сочи уже начинает активно готовиться к Новому году. Месяц буквально остается до главного праздника страны. И каждый раз, если можно так сказать, курорт встречает Новый год в абсолютно новом имидже. Чем в этом году будем удивлять и жителей города, и, конечно же, многочисленных гостей, которые тоже любят приезжать сюда на курорт в новогодние рождественские праздники? На самом деле Департамент оформления дизайна городской среды администрации постарались и сделали новую концепцию, которая будет в морском стиле, использование морской тематики в оформлении объектов, обходных групп, холов, зданий, территорий, использование ракушек, темы, какие-то водоросли, морские коньки. Все то, что нам близко, все то, что отличает нас от других городов, можно использовать с успехом. Причем есть такая маленькая хитрость, которую мы тоже хотели предусмотреть, чтобы это осталось на последующее время, потому что морская тема – это близкая к нам тема. Она останется на долгие месяцы и будет радовать гостей города. Но у нас же лежит тема на поверхности. Почему раньше не решились ее использовать? Тема достаточно такая вот необычная. Очень трудно подобрать игрушки, но не в нашем случае. В нашем случае магазинов с морскими звездами, с морскими аксессуарами очень много. И вот пришло время, когда мы можем достать из-за кромов все наши фишки морские и декорировать наши объекты. Ну, есть какие-то принципиально вообще новые идеи, которые никогда не использовались в городе Сочи, в этой концепции, которая называется «У моря в Сочи». Да, да. Я хотела сказать, что у нас в городе, мы знаем, что зима очень теплая. И того сказочного эффекта от ледяных фигур, которые во всех других городах уже имеют место быть, у нас нет. И мы решили их имитировать. Мы хотели удивить людей ледяными скульптурами. Они будут выполнены из определенного материала прозрачного, с подсветкой. И будет имитация льда. Появится на площади перед администрацией, на нашей площади флага, появится скульптура морского котика, который будет держать на голове световой шар. Это будет очень эффектно. Если мы сможем найти какие-то еще возможности, это будет целая композиция. Но это будет уже секрет. Ну это очень здорово, потому что каждый новогодний праздник хочет окунуться в такую настоящую зимнюю сказку, даже несмотря на то, что вокруг субтропики. А отношение предпринимателей к вот этим всем идеям, потому что им все равно придется тоже потратиться. Это старые игрушки, которые были закуплены в прошлом году, уже не используешь, потому что тема абсолютно новая. Как наш бизнес относится к вот таким идеям городской администрации? Вы знаете, проведены совещания установочные в районах с участием хозяйствующих субъектов, арендаторов, арендодателей. И я увидела заинтересованность у людей и понимание, и даже интерес определенный к вот этой теме. Я совсем, мы не исключаем декорирование в традиционном стиле, в классическом стиле. Мы только добавляем эту фишку необычности, купить эти раковины или ракушки, морские звезды, и украсить кораблики, может быть, какие-то, и украсить елочку в фойе. Ну, мне кажется, это будет здорово и гостям, и жителям города. Это вызовет улыбку, положительные эмоции, то, что мы добиваемся. И я вижу по реакции, к этому подходит с пониманием. И я благодарю всех, кто был на совещаниях, кто это все слушал, вот за такое вот понимание. Но надо сказать, что вот такое оформление для бизнеса – это не только хорошее настроение для жителей, гостей курорта, но и способ привлечь в их объект, магазин или кафе, или ресторан еще больше гостей. Такая своеобразная реклама, и я думаю, что бизнес должен это понимать. Да, и заметьте, в нашей концепции есть фраза, которую мы ввели как девиз этого Нового года. «У моря в Сочи» мы назначаем гостям города, мы назначаем друзьям свидание у моря в Сочи. Под этим девизом мы этот девиз пишем на витринах, мы этот девиз пишем на креативе городском. Это будет красной линией идти. Мы встречаем Новый год в море в Сочи. Великолепно, правда? Я думаю, вы часть презентации с собой принесли, готовы показать нам что-то. Пожалуйста. Это наш креатив, который будет в этом году украшать флаги, баннеры, на рекламных конструкциях, на объектах, на входных группах. Что-то еще? Использование морских аксессуаров. Рабочие файлы к этому креативу уже существуют, они уже разработаны, они находятся у нас на официальном сайте администрации города Сочи. Каждый желающий, кто захочет это сделать, может взять этот рабочий файл и распечатать баннер или тот или иной материал. Ну, кстати, очень здорово, ракушки вписываются в зимний пейзаж, что удивительно. Да, не ожидали, да, но вот чтобы это создать, вот эта гармония, то нам пришлось очень много поработать и подумать. И прекрасный дизайнер, и замечательный дизайнер, и мои коллеги создали вот такую вот красоту. Действительно, получилось очень необычно. Ну, Сочи, это еще и очень интересные арт-объекты. Да. В ноябре было много подарков в честь города Сочи. Город дарит всем горожанам, гостям курорта, какие-то глобальные подарки. Чем порадовали в этом году на нынешнюю дату? Да, к дню города, вот ближайший праздник нашим, хочу упомянуть небольшой, это арт-объект очки. Прекрасный, прекрасный объект, который уже получил положительные отзывы у гостей, у жителей города. Прекрасно фотографируется на фоне. Да, в соцсетях уже очень много фотографий. Я очень рада, что он так вошел в нашу среду органично, с желтыми линзами. Всегда можем видеть солнце, солнечную погоду, даже в самый хмурый день. Они у нас останутся на долгое время. Пусть жители и гости радуются такому арт-объекту. Но солнечные очки еще сопровождают каждого сочинца круглый год. Мы вот эту тему, которая у нас в Сочи самая важная, это солнце, круглый год, мы ее пытаемся развить, и чтобы вот эта теплота, которая исходит от нашего города, осталась в душе каждого жителей, гостей нашего города. Вот к этому празднику, к Новому году, появится новый арт-объект с Новым годом 2018. Он будет установлен перед монументом Михаила Архангела. Такое знаковое место в нашем городе. Место, развязка такая небольшая. Это вот если более подробно, это вот так он будет выглядеть. Очень эффектно будет. Я думаю, тоже украсит наш город, впишется в нашу ситуацию сегодняшнюю. А какие еще объекты города должны быть украшены в обязательном порядке? Ну помимо кафе, ресторанов, городских каких-то площадей и знаковых для курорта мест. Вы знаете, на совещаниях, которые мы приглашали хозяйствующие субъекты, это и школы, и представители школ, детских садов, банковского сектора, торговля, культура. Все должны быть готовы к встрече Нового года. Все имеют свой контингент посещаемых посетителей. Кто-то приходит учиться туда, кто-то приходит покупать. Все они должны, их надо встретить на входной группе, украшенной к Новому году еловой веткой. Должны встретить световыми эффектами, занавеси, бахрома, сноуфолы, тающие сосульки. Обязательно нужно ставить перед входом какую-то новогоднюю композицию. Может быть это будет елочка новогодняя, может быть это будет олень, может быть опять же морская тема. Ну соответственно, если мы выбираем морскую тему, это должна быть композиционно законченная идея. Если морская тема, это раковины, это может быть какая-то имитация водорослей. Я могу вам показать, кстати, как это выглядит. Вот световая композиция. Все это разработано, опять же все на сайте администрации. То есть можно пользоваться? Можно пользоваться, можно заходить и делать, обращаться к рекламным службам, которые имеют возможность все это изготовить, все это воплотить в жизнь и даже установить. Каждому празднику практически департамент оформления и дизайна городской среды пытается разработать какую-то единую концепцию. Вот как вам кажется, у Сочи сегодня уже появилось какое-то в плане имиджа свое лицо? Я могу иметь свое мнение, но я хочу сказать, что я неоднократно слышала от друзей, от знакомых, от знакомых моих знакомых, как здорово в Сочи, как красиво в Сочи. Именно обращают внимание на световую подсветку, на чистоту, на благоустройство, на декор наш. Посмотрите, какие прекрасные растяжки у нас на курортном проспекте, на проспекте Пушкина. Сейчас поставили новые консоли, опять же в этой теме, на улице Горького. Все это создает атмосферу, атмосферу праздника. Просто хочется отдельную экскурсию сделать вечером, чтобы порадоваться именно внешнему виду города вечером, в ночное время. Действительно, вечерний Сочи – это прогулки, по нему это особое удовольствие. Это да. Ежегодно департамент оформления и дизайна городской среды проводит и конкурс на лучшее оформление к Новому году. Каковы критерии отбора победителей и как будете хвалить отличившихся? Я хочу сказать, что номинаций в этом конкурсе много. Мы попытались охватить все направления в городской среде. Это номинации на лучший район, прежде всего, лучшая улица, лучший торговый объект, лучший дом культуры и так далее и тому подобное. Будут охвачены, на самом деле, очень много направлений и каждый получит то, что он заслужил. Если собственник попытался или хозяйствующий субъект попытался и сделал что-то интересное, его обязательно мы покажем и будем награждать. Это будет очень интересное событие. В конце года будет процедура награждения. Я надеюсь на участие всех в этих конкурсах. Конечно же, критерии оценки уже разработаны, потому что конкурс такой проходит у нас уже несколько лет. И каждый год все больше участников в ней, все больше заинтересованности, какого-то спортивного азарта. Районы между собой соревнуются, торговые центры соревнуются. Это очень престижно, это реклама объекта. На самом деле это здорово, когда побеждаешь и получаешь за это награду, когда о тебе говорят, когда люди радуются твоему тому, что ты сделал. Это очень здорово. До 10 числа нужно уже декорировать объекты. Прошу, единственное, что нужно комплексно подойти. Объект не может существовать без прилегающей территории. Поэтому фасады, входные группы, территория прилегающая, въездные группы на территорию. 10 метров. Мы сейчас говорим о зоне ответственности. Но в данном случае разговор идет даже не столько о зоне, сколько о их добровольном желании создать вот эту атмосферу, которая удивит людей, порадует людей. Если есть ограждения, например, санаторно-курортные объекты, они имеют очень часто ограждения, которые выходят на курортный проспект или на какие-то другие трассы такого серьезного значения маршрута гостеприимства. Их надо тоже включить в оформление. Надо там повесить прекрасные световые элементы, которые... Опять же, эти элементы, с учетом, если мы снимем снежинки, они останутся на круглый год. Круглый год будет радовать людей. Поэтому надо, конечно, комплексно подходить к этому вопросу. И к критерии будут бальная система оценки. За тот или иной декор мы будем начислять баллы, и в сумме мы выявим победителя. А вот реализации таких вот замечательных людей никак не мешают многочисленные рекламные конструкции, которые у нас есть? Будут ли они вписываться в эту конструкцию? Вы знаете, рекламные конструкции, они несут в город... Я бы не сказала, что это мешает. Маршрут от центра города освобождается от рекламных конструкций. Мы максимально их относим от центра. Но жить без рекламы сейчас невозможно. Реклама – двигатель прогресса. И хочу сказать, что рекламные конструкции на период оформления к новогодним праздникам тоже будут являться плоскостью, на которую мы будем вешать нашу продукцию. Вы обратите внимание, к дню города и к другим праздникам многие рекламные конструкции завешаны нашим креативом, что тоже создает атмосферу праздника. Поэтому они нам в помощь. Конечно, незаконная реклама, я об этом даже не говорю, она должна быть демонтирована. Я говорю о законной рекламе, которая находится в черте города. Ну, еще не могу не спросить о предстоящем чемпионате мира по футболу. Хочется, конечно, чтобы футбольная атмосфера также была повсюду, и были какие-то арт-объекты, украшения и так далее. Что подготовил Департамент оформления городской среды для города Сочи? На самом деле, это очень серьезная большая работа, которая у нас началась еще с момента подготовки к проведению Кубка Конфедерации. И она не заканчивается уже несколько лет. Вы обратили внимание, что на территории города появились новые объекты в виде футбольных мячей. Это клумбы. Мы как бы два в одном. Это мяч футбольный и клумба. То есть тема эта в работе, и она будет дальше развиваться. Креатив подготавливает оргкомитет чемпионата мира. Мы даем плоскости на рекламных носителях. Мы контролируем за внешний вид, за состояние, за монтаж. Конечно же, в городской среде появятся клумбы, появятся интересные остановки. Вот скамейка у нас не так давно появилась. И таких объектов будет достаточное количество. Сейчас не хочу раскрывать. Все-таки элемент сюрприза хочется оставить. Пусть люди ждут этих сюрпризов. Но если ракушки мы сможем оставить и после Нового года, то футбольные мячи после чемпионата мира, как напоминание о мировом событии, останутся ли у нас в городе? — Некоторые моменты по защите бренда присутствуют. Если момент вот этот вот будет соблюден, если у нас будут разрешения, чтобы тот или иной знак оставить, мы непременно оставим. Потому что это то же самое, как было с Олимпийскими играми. Наследие Олимпийских игр, мы очень трепетно к нему относимся. Буквально вчера я рассматривала проект по благоустройству на территории Олимпийского парка, на муниципальной территории. Там будет именно в форме Олимпийских колец. То же самое относится и к чемпионату мира. Я думаю, что это путем переговоров. Все на законном основании должно это делаться. Я думаю, что это обязательно останется. Хочется, чтобы частичка Мундиали осталась все-таки у нас в городе. Потому что и жителям, и гостям курорта это очень нравится. Это показывает и опыт и Олимпийских колец, в том числе, и Олимпийских символов, возле которых все с удовольствием до сих пор фотографируются. И фотографии разлетаются по всему миру. А вам спасибо большое за очень интересный рассказ. Будем с нетерпением ждать реализации этого всего проекта уже на наших улицах города. А вам спасибо, что предоставили такую возможность рассказать о том, какие у нас ожидания этого праздника. И призвать всех жителей города участвовать в этом. И делать наш город еще красивее и благополучнее. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была заместитель директора департамента оформления и дизайна городской среды администрации города Сочи Елена Попова. Спасибо вам огромное. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова